Итак, сегодня четверг, 10 часов, и мы приглашены с мужем на бизнес-завтрак в ресторан «Легенда». Будет что-то интересное. Доброе утро! Спасибо, что нашли время, чтобы встретиться. Очень приятно видеть и наших друзей, и наших клиентов, и новые лица. Сегодня мой такой жаркий день, очень не хочется играться, но очень сидел и вообще подниматься нехто забыл. Хотел поделиться радостью, что наша компания 20 лет исполнилась 12-го числа. 20 лет вроде бы немного, вроде бы очень много даже. Спасибо большое. Все эти 20 лет мы вместе, и очень надеюсь, что мы друг другу помогаем каждый день. И вот сегодняшняя встреча, она именно для этого, потому что, да, забыл сказать, мы всей конторой выехали в Нижний Новгород по Гуляту. Это первый раз за 20 лет, так здорово. Есть все организации в поезд, выйти в Нижний Новгород и трое суток там. Ну, мы уже, значит, раздевали друг другом после этого. Было тяжело находиться трое суток всем вместе. Но, тем не менее, было очень здорово. Все исходили, все съездили, все съели, все выпили, как положено. Вот. Продолжаем нашу тему. Каждый год по весне, перед началом радиосезона, она понимает, что лето, осень и весна – это радиосезон. То есть люди садятся в автомобиле, совершают поездки, где есть машина, где есть радио, все это знают. И мы считаем цыплят не по осени, а по весне. То есть проводим исследования, иногда приглашаем какие-то специальные организации, иногда это делаем сами. Больше это делать для себя, для того, чтобы понимать, в какую сторону дальше движется. Не знаю, делаете ли вы это в своей компании, но это делать нужно обязательно. Каждый год, конечно, не каждый год, потому что последние исследования мы проводили в 2018 году, именно оффлайн-каналов рекламы. Зачем мы это делаем? Мы это делаем, конечно, прежде всего для себя. Потому что наша цена образования, стоимость секунды, стоимость размещения на радио зависит именно от этих рейтингов. Мы не с потолка их берем, мы смотрим, как меняются охваты радиостанций и еще делаем за инфляцию. И мы практически там вот это время не меняли, стоимость секунды, потому что исследований как таковых не было. В 2018 году я потом результаты эти покажу, мы их вспомним. И начали мы еще раз этот процесс в 2021 году, по-моему. К нам студентка пришла из университета факультета рекламы, мы ее сразу запрекли. Она опросила 200 анкет. Результаты такие шикарные были, что я усомнилась и начала ее проверять. Опросила еще стонки, сама лично, думаю, я в этом не верю. И тут наши коллеги из компании Рейтинг взяли и включили еще одну станцию, ЮМРФМ. Соответственно, все мои результаты были как-то подхоз. Потому что любая радиостанция, она как деревянный дом, ну как любой дом, имеет такое свойство усадки. Сначала она включается, на нее переключается очень много людей, потому что она новая. И с течением времени народ опять распасовывается по разным радио. Поэтому мы ждали, пока народ распасуется, пока усядется радиостанция. И, соответственно, эти исследования провели. Зачем мы еще это делаем? Мы делимся с вами информацией с рекламодателями. Мы снимаем тут все предприниматели, рекламодатели. Потому что вам больше не нужно ориентироваться. Ну вот как бы по онлайн-каналам вы можете посмотреть, да? Мы торгетнули, посмотрели. А по онлайн больше никто вопросов не проводит. И мы часто замечаем, какой ориентир наши рекламодатели говорят. Я буду размещаться там, что слушаю я. Ну, то есть нам кажется, что если мы слушаем, например, авторадио, то все, кто вам слушает авторадио. Нам кажется, что если мы читаем газету, все читают газету. Как у нас Бунецкого. Да, я на пляже, все пришли на пляж. Там я в ресторане, все в ресторан. Много нас на все хватает. Поэтому эта позиция неправильная. Я хотела бы, чтобы вы каждый для себя сейчас подумали. Ну, у вас же есть какие-то представления в голове, да? Вот как вы считаете, у нас 8 радиостанций. Сколько людей слушают радио вообще? Ну вот какой охват у радио? Ну, там, сколько процентов? 30 процентов, 50 процентов? Сколько людей смотрят местные новости по телевидению? Задайте себе, ну, просто угадайте. А где слушают радио? Где люди слушают радио? Дома, там, на даче слушают радио? Мы тоже этот вопрос задавали. И кто читает газеты? Где читают? Ну, где, понятно, где читают. Где их только не читают. Сколько людей читают сейчас газеты? Для меня это тоже был удивительный факт. Мне казалось, вот если честно, газеты читают очень мало. Я в этом убеждала, что мы дателем. Я казалась, что мы совсем права. Как мы проводим исследования? Мы не сами это делаем. Мы занимаем ребят. И в этом году, буквально, я как-то на нацмотке стояла. Я смотрела за ними. Потому что первую партию сделали анкету. Я посмотрела опять результаты. Опять я засомневалась. Ну, нет, мне надо честно там смотреть за ними, следить. Это, конечно, не очень увлекательная история. Потому что, ну, там вот они опрашивают час-полтора, просто стоишь и на это дело смотришь. Вот этот мальчик вообще не наш. Он посмотрел. Мы платим 20 рублей за анкету. Этот мальчик не наш. Он там что-то привился. Говорит, а можно я тоже туда опрашиваю? И наопрашивал на 300 рублей. Счастливо ушел. Говорит, это мой первый заработанный день. Убежал довольный. Хочу вам рассказать об этой девушке, девочке. Я редко встречаю взрослых таких людей. А тут ребенок вообще не отразил. Но я думаю, что благодаря ей мы закончили исследование именно в мае, а не в сентябре. Потому что, ну, я уже говорю, да, достаточно нудное дело стоять. Запоминается либо первый, либо последний. Это самые дорогие места в рекламном блоге, что вы знаете, там есть коэффициент 15% на первый, ну, на последний. То есть у нас сейчас нет на санке на последний. Но туда можно тоже попасть. А то, что в середине можно перепутать. Мы стараемся не мешать ролике таким образом, чтобы были конкуренты в одном блоге. Но бывает, знаете, вот весна начинается, строительный сезон. Одна стройка пошла. Потом там отдых. Я не знаю, там туризм. Сейчас туризма попроще, его нет просто. Ну, стройка сейчас у нас просто предостроительства. Поэтому, если вам позволяет бюджет, конечно, нужно рекламироваться везде. Это будет максимальный эффект. Но очень обидно бывает, когда все усилия наши, вот у нас приседят рекламщики, наши любимые коллеги. Мы все друзья. Для нас нет никаких. Поэтому пригласили всех. И вот и Дима, и Саша. Здесь сидит, и медиэксперты. Не дадут мне соврать, что если мы рекламируем, рекламируем, но если попался плохой продавец, все, это крест на компанию. И потом приходит рекламодатель, владелец компании, говорит, ребята, что-то реклама не сработала, у вас ради вообще не работает. Вы столько денег вложили, и скажу, утекается, звучит, я это слышу, но не работает, и все. У нас был очень старый пример, очень давно, когда-то у нас рекламировались очень дорогие ножи Самура. Самура называются. Да, они только сходили в Котлас, вообще нигде не было. Да очень дорогие подмираемые находились. Мы их рекламировали, как только не рекламировали. И везде, и так, и всякие, креативно, и там японский товарищ там резал, там что-то, все это показывали, все это делали. Не идут, и все. Я пошел в магазин, а, и там еще что-то, а, ножи, да. И там в магазине посуда. Вот она посуда продается, и я не вижу этих ножей. Я подхожу к продавцу, женщина в возрасте, я говорю, а где вот Самура нашли? Она говорит, Самура, 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 сейчас, 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 сейчас. И в самом дальнем углу они лежат, не подсвечены ничего, кастрюля там стояла прямо, как елка светилась, а Самура, очень дорогие ножи, которые они рекламировали очень дорого, лежат в самом дальнем углу. После этого пришел рекламодатель, говорит, не сработала реклама, но как она может сработать, если продавец даже не знает, я уже говорю про положительные свойства этих ножей, которые должен рассказывать продавец. Просто не знает, где они лежат, И не предлагает эти ножи, естественно, если их не нашел глазами, я забыл про них. Поэтому огромная просьба. Если не продумать рекламную кампанию, продумайте это до самого конца. Вернее, сначала то, что должно рекламироваться, человек это должен видеть, должен понимать, или продавец должен предлагать в первую очередь. Иначе все на сморку. Это очень жалко бывает, потому что усилить. Для того, чтобы придумать рекламную кампанию, нужно очень много усилий. От креативных усилий, то есть нам придумать, как это подать сначала, до придумать медиаплан следующий этап. Разместить правильно по каналам. Вы должны понимать, что мы размещаем не только у нас, на наших радиостанциях, мы и размещаем еще у наших коллег, в том числе. Иногда советуем, например, бывает такое, что клиент приходит, и мы отговариваем от наших каналов, говорим, ну вот там у наших коллег, например, целевая аудитория другая, надо разместиться там. Мы хотим, чтобы нам доверяли, и хотим, чтобы в следующий раз обратились к нам. И мне задача нам заработать горячие деньги. Так вот, вы это тоже должны понимать. Если ваш рекламный менеджер, ну и, разумеется, наш рекламный менеджер, который приходит к вам, он же ваш бесплатный работник, вам что-то советую, прислушайтесь, пожалуйста, чуть-чуть. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение. Я, например, тоже такой радиослушатель. Я в машину сажусь и слушаю серебряный дождь много лет. У нас нет серебряного дождя. Я его люблю, но, там, процент в 70-х вы его не любите. Я не могу ориентироваться на собственный вкус. Я доверяю его только ценам. Серьезно. И телевидение, например. Я старовер, я смотрю в Ютьюбе. Почему? Потому что это на большом экране. Я могу... Староверы газеты читают. Да. Ну, нет, нет. Староверы имеют в виду, что на большом экране я не люблю смотреть. Я не люблю смотреть в телефоне новости, там. Вернее, это слишком мелко, но надо, чтобы по всей съемке я смотрел и видел. И мне кажется, что все смотрят так. Но это не так. Статистика говорит, что там люди смотрят ВКонтакте, но видите как. По этим цифрам надо доверять. Еще раз хочу, чтобы вы обратили внимание, что наш менеджер, когда приходит, или приходит менеджер наших коллег, прислушайтесь к нему, пожалуйста. Подумайте. Отметите свои против. Доверьтесь. Попробуйте сначала с чего-то малого, например. Там не всегда мы предлагаем огромные рекламные кампании. Иногда это просто не требуется. Наши задачи нет. Не у нас, не у наших коллег забрать ваши деньги. Серьезно. Нам надо, чтобы мы рекламировались, и чтобы реклама сработала, чтобы вы к нам пришли, и приходили к нам уже долгие годы. Вот 20 лет. Еще 20 лет, чтобы к нам приходили, и чтобы мы все вместе развивались. У нас город стремительно сокращается в числе предпринимателей. Какие бы там цифры ни были, но и связанные с Юровом. Он рост показывает за счет самозанятых. Я считаю, что это совсем не показательно. ИП пропадает. Вот то, что рекламировалось у нас ИП, я уж не беру, ИПшников становится меньше. Ну и то, что там статистика по возрасту, вы тоже видите, вот говорите, город у нас молодой, это не так. Город у нас стремительно стареет. Он вымывается, молодежь уезжает, не возвращает себя, как родители. Тоже качество, что мои дети уехали и не вернулись. Это правда. Ну как бы, потому что перспектив мало. Мне очень хочется, чтобы город жил, правда. Но вот малые города, они стареют стремительно. И это происходит не сегодня, не вчера, это происходит всегда. Это происходит не только в России, это происходит во всем мире. Все молодежь передается в большие города, потому что там перспективнее. И поэтому у нас на Европе плюс росло очень много программ молодежи. У нас были диджей и так далее. Я видя эту тенденцию, все убрал к собачьим чертям. Оставил Европу плюс московское вещание плюс новости. А здесь порт перенес уже на стареющую аудиторию радио. То есть, ну как стареющую. Это мы с вами. Ну да. Мы двигаемся просто в другие форматы. И нам постепенно начинают нравиться другие телеканалы. Я уже смотрю «Рыбалка и охота» постепенно. Привыкали к этому. Слушай авторадио. И сейчас мы порт делаем авторадио, потому что это мужская и женская аудитория 50 на период. Между прочим, в этом году авторадио – это радио 0.1 в России. Была Европа плюс, теперь оно уступило свой метод по России. Авторадио мне это очень радует. Мне кажется, это из-за нас. И за Курпусы, конечно. Поэтому вот. Обратите тоже на это внимание. С чего я начал и забыл. А, ну еще буквально пару слов скажу. Раз уж у нас генер-геремеев и пришел. Наш хай-дек-консультант. Это наши друзья. Компания ПК-сервис, с которой мы сотрудничаем очень много лет. Мы им очень доверяем, они очень грамотные ребята. Они и нас обслуживают, и наверняка кого-то из вас обслуживают. И 1С они. Зачем вы приходили, не знаю. Ну вот, в следующий раз мы обязательно пригласим еще раз. Потому что прошлый раз, когда мы говорили про... Про что мы говорили, про флосы? Про кибербезопасность. Про кибербезопасность. Вот. Они по кибербезопасности, ребята, они просто высший класс. И мы можем доверять. Я немного расскажу про радио, куда она двигается. Раз уж у меня микрофон выкакнет и не загорает. Ради не умирает, телевидение не умирает. И даже не умирает и газета. Почему сказал даже не зная, дима? Ну, бумага вроде бы не модный формат. Есть такое мнение. И ты должен понимать, что при опросах люди врут. Мы все в рюм. И когда она что-то спрашивает, например, ко мне подходят молодая девушка, и спрашивает, смотришь ли ты телевидение? Естественно, мне хочется быть модным. Я скажу, нет. Я смотрю. Я только в интернете смотрю. Вот процент врунов примерно составляет 12-15% всегда. Мужчины врут, женщины врут. Не знаю, кто больше, кто меньше. Но тем не менее, такая погрешность всегда в вопросах есть. Она погоды не делает. Иногда ты вспомнить не можешь. Радио всегда в автомобиле. И всегда была задача попасть в топ-радио. Была такая теория 6 кнопок. Знаете, когда на панели 6 кнопок, и когда в городе радиостанции 40, например, или в Москве больше сотни радиостанций, большая задача попасть в 6 кнопок автомобиля, для того, чтобы тебя слушали ежедневно. У нас в области с этим попроще, у нас радиостанции поменьше 6 кнопок, попасть можно легко. Я очень рад, что в среде этих 6 кнопок первые 3 занимаем мы. Европлюс, а вторая Герусский райд берет прекрасно. Ну, представитель, нет. Дача. Дача, да, Зимина? Ну, в 6 кнопку мы попадаем. Почти все попадаем в сервере станции. Так вот, радио в Европе, она понимает, что Россия отстает от Европы всегда отставал на 20 лет. Это вроде бы плохо, а в Римка очень хорошо, на самом деле. Мы всегда можем подсмотреть, что сейчас в Европе, и что у нас будет через 10-20 лет. Мы можем применять и прямо сейчас это развивать. Так вот, пока мы здесь слушали аналогового радио в России, в Европе уже давно брали цифровое. Фишка в том, что они уже проскочили этот формат, и идут там, да, плюс формат, что это означает цифровое радио. Когда вот у нас на одной частоте идет только 104.7 евро по плюс, например, а у них на одной несущей частоте можно отмечаться 120 радиостанций, цифр. Это позволяет делать канал и слушать, ну, с качеством компакт-диска. То есть, из Ефира тоже принимает, аналог цифры преобразуется, у вас автомобиль с цифрой в аналог обратно преобразуется, но тем не менее, без потери качества. Этот момент уже проскочили, мы не успели в этот вагон, и слава богу, потому что это очень дорого. В Норвегии работают по такому, в горные страны, там где-то в горах, это все позволяет делать передатчики, их много надо ставить и так далее. Сейчас интернет-радио. Интернет-радио и в Америке, первую очередь, потом в Европе, и сейчас к нам это тоже движется, но вот с той ситуацией экономической, когда к нам не завозят автомобили, в тех количествах, которые нам завозили, из Европы, они уже были упакованы в интернет-приемки. К тому же в некоторых странах в Европе нет с антеннкой приемников уже давно. Чего проще, покрыть маленькую страну большим Wi-Fi, машина едет где-то всегда в сети, тем более Илон Маск уже об этом позаботился, это прекрасная технология, когда у тебя охват по всему планете, где бы ты не находился, у тебя есть доступ к интернету, кроме России на сегодняшний момент, хотя наши товарищи тоже ведут эти исследования. Но это хорошо, в этом была очень большая опасность, еще там, наверное, лет 10 назад академики радио, ежегодно езжу на академию радио, когда собираются все радиостанции практически со стороны, в каких-то городах, об этом говорили, и они об этом позаботились, потому что они придумали такой радиоплеер, так называемый, это программа, которая предустанавливается во все автомобили, и в этот радиоплеер в обязательном порядке должны попадать российские радиостанции. Вот первые 6 кнопок, например. Это на законодательном уровне, если бы сейчас продавали, например, фальсвагены, которые сейчас в конвейере европейские, они уже все должны быть предустановленным радиоплеером, так называемый радиоплеером. И там есть радиостанции, Европа+, авторадио, дорожное радио, юморфом и так далее, но регионы спросили, как же мы, что мы будем делать. Но они тоже об этом позаботились, они сделали таким образом, чтобы в обязательном порядке загнали всех в интернет. И мы тоже вещаем в интернете, и наши коллеги вещают в интернете, вы всегда можете найти нас в интернете, в мобильных приложениях, на сайтах и так далее. Соответственно, есть ссылочки. Вот эти ссылочки туда вшиваются и по ГИО, где бы ты ни ехал, например, я еду, включил Европа+, я в Москве слушаю Европа+, Европа+, Одинцова, Калуга и так далее, и поехал, где бы ты ни находился, не переключая кнопку, ты будешь поднимать сигналы этого города, где ты находишься, в том числе, Конвас, в Великую Устью переехал, будешь слушать автоматически, будешь слушать радиостанцию. Вот это будущее. Это будущее не за горами, это будущее буквально ближайшие 5 лет. Все уже позаботились, мы там есть, эфирные вещи они будут сокращаться, это дорого, это правда очень дорого, это для того, чтобы как открыть радиостанцию, содержать, это очень большой расход. Это аренда вышек, РТПЦ, я не знаю, платить за сигнал, очень много лицензий дорогие и так далее. Вот, так что радио никуда не девается, как не девается, никуда телевидение, телевидение немножко меняется, оно срастается с интернетом, понимаете, да, идеальная схема, когда ты смотришь по телевизору, какой-то рекламный ролик, там говорят, нажми кнопку и получишь скидку, получаешь скидку, тут же себе, ты залогинен, тут же получаешь себе на почту, или там, не знаю, тебя сразу ведет на какую-то страницу на твоем устройстве, дополнительным, это тоже, это уже завтрашний день, не после завтрашнего дня, это все здорово, поэтому вот эти традиционные офлайн-каналы, как мы их называем, по привычке, радио, телевидение, газеты, наружная реклама, это никуда не денется, ну, еще, наверное, очень-очень долго, поэтому, не бросайтесь силы в интернет, но в интернете, конечно, тоже надо, интернет, вы заметили, стал очень дорогим, очень дорогим, туда ушло очень много людей, из-за этого он стал менее эффективным, чем раньше, поэтому тоже имейте это в виду, интернет это не панацея, мы тоже занимаемся интернетом, мы можем вас прокинуть в интернете, как хотите, можем посоветовать вам, как рекламироваться, тоже одна из наших услуг, но нельзя забывать и старые добрые каналы, которые мы вам начали рассказать, все, спасибо вам, до вечера, люди устали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!